Оценки снизу. Давайте напишем вот такое утверждение. Давайте еще раз я немножко прокомментирую то, что уже получилось. Уже получилось утверждать, что как бы ни была устроена совокупность, ее всегда можно представить достаточно маленьким количеством товарищей. Достаточно маленьким количеством элементов. Теперь я хочу сказать наоборот. Все-таки бывают совокупности, которые представить относительно трудно. И утверждение, например, такое. Существует совокупность м-пеллиграфическая, составленная из ка элементу подмоги. Нашего тэ элементного множества. Существует совокупность, у которой тау-атэ достаточно большое. Любая совокупность имеет тау-атэ достаточно маленькая, но существует совокупность тем, у которой тау-атэ достаточно большое. Сейчас скажу как. Не меньше, чем минимум. Из двух величин. Одна величина это S, а другая величина это целая часть от n поделить на k. Вот совокупность, которую настолько трудно представить, то есть выбрать для нее систему общих представителей, она точно есть. То есть если и можно улучшить вот эту верхнюю оценку, которая верна всегда, то точно нельзя ее сделать меньше, чем вот эта граница. Потому что существует совокупность, для которой заведомо потребуется столько элементов в системе общих представителей. Сейчас я докажу. Это предъявив вам совершенно явным образом эту самую существующую совокупность. Может кто-нибудь знает, как она устроена? Все не так ужасно. Доказательство. Но, смотрите, минимум из этих двух величин он может достигаться, конечно, на любой из них. Может так случиться, что S меньше, и тогда минимум достигается на S. А может так случиться, что S больше, чем n поделить на k, и тогда минимум будет достигаться на второй величине. Вот давайте рассмотрим оба случая, и в каждом из них влияем нужную конструкцию. Итак, первое, это случай, когда S меньше, например, или равняется величины целая часть от n поделить на k. Если мы рассматриваем такой случай, тогда минимум достигается на S. Правильно? Это всем понятно. Так. Что стало нам нужно сделать? Нам нужно предъявить совокупность, состоящую из S под множество n моментного множества, которые требуют в качестве SOP нечто размера S. Потому что минимум – это S. Давайте посмотрим, следовательно, следовательно, минимум из S и целая часть от n будет на k, в рамках такого случая, и нам нужна совокупность, совокупность, став латен, больше, либо равным S. Сейчас я ее вам построю вмиг. Тут все совсем просто. Вот у нас эти самые товарищи. 1, 2, и так далее, n. Давайте в качестве m1 возьмем сосиску, совершенно сплошную, которая состоит, назовем m1, которая состоит из первых k людей. То есть вот здесь у нас стоят числа от 1 до k. Возьмем вот такой вот сардельку. Потом возьмем сардельку, сейчас я подлиннее это нарисую, вот здесь вот будет n, потом возьмем сардельку, которая состоит из следующих k чисел, не пересекается с первой. Вот так, вплотную ее примкнем, назовем ее n2, и она будет начинаться с k плюс 1 и заканчиваться числом 2k. Она опять же k элементная, то есть все в порядке, нам же нужны k элементные множества. Вот я их строю. Первое построил так, от 1 до k, второе так, от k плюс 1 до 2k, и так далее. А всего мне сколько нужно множество? Всего мне нужно s штук. s ведь что-то мне нужно, да? Давайте сообразим, если мы каждый раз будем выкладывать очередную сосиску так, как мы до сих пор делаем, то есть не пересекающимся с предыдущими образами. s, t, с какого будет числа начинаться? Вот это интересный вопрос. Нам нужно m с индексом s. Первое начинается с числа 1, второе начинается с числа k плюс 1, третье с какого числа начинается? 2k плюс 1, прекрасно. Четвертое? 3k плюс 1, а s, t? s минус 1 умножить на k, прибавить единицу. То есть вот это вот число, это s минус 1 умножить на k, прибавить единицу. А последнее? s, k, конечно. Просто s, k. Это заканчивается 1 умножить на k, это заканчивается 2 умножить на k, это заканчивается s умножить на k. Но, внимание, s у нас к условию текущего случая не превосходит нижней обычной целой части 1 по 3 на k. s ведь не превосходит целой части от n поделить на k, ну то есть в частности не больше, чем n поделить на k просто. Значит, s умноженное на k не превосходит n. Это свидетельствует о том, что мы действительно можем так расположить наши сосиски. Я правильно нарисовал картинку, последний элемент лежит левее, чем n. Мы действительно наши сосиски могли так расложить по дну кастрюльки. Понимаете? Но для этого важно, чтобы s не превосходило этой целой части. Иначе теоретически мы можем просто не уместить наши сосиски на дне кастрюли так, чтобы они друг с другом не перекрывались. Вот теоретически может случиться неприятность. Но здесь все в порядке. Мы их разместили. Ну и почему же tau от такой совокупности не меньше, чем s? Да оно просто равно s. Потому что мы вынуждены брать теперь по представителям из каждой отдельной сосиски. А сосисок s штука. Мы же не можем взять одного представителя сразу для нескольких, раз уж они между собой попарно не пересекаются. Ну как? Мы вынуждены из каждой взять по своему отдельному человеку. И этих человек будет s. То есть у нас tau от n действительно не меньше, чем s. Все в порядке. Получился первый случай? Давайте второй точно так же подробно проделаем. Там есть одно дополнительно интересное соображение. Это выводит, когда s строго больше, нежели целая часть, а данное поделить на k. И в этом случае мы не сможем s с ордерик расположить вот так, как это здесь нарисовано. А сколько мы сможем? Меньше. Меньше. Ну сколько как максимум можно так расположить? Смотрите, даже на это неравенство. Все s мы не сможем, потому что s больше, чем целая часть от n поделить на k. И мы не можем применить вот это неравенство. Но сколько точно мы сможем расположить? Давайте я сам подрисую картинку. Вот у меня есть элемент где-то 1, 2, k, k плюс 1, и так далее, 2, k, и так далее. Ну и где-то здесь вот у меня в конце находится n. Как надо рисовать картинку? Ну, давайте рисовать ее так. Вот есть первая с ордерика, она состоит из k элементов. Куда? Следующая с ордерика, не пересекающаяся с ней, то она состоит из k элементов. И давайте так эти с ордерики упихивать, упихивать, покуда они влезают. Какой номер будет у последней, все еще влезающей в эту лоханку с ордерики? Вот, конечно. Как раз целая часть от n поделить на k. Последняя с ордерика, которая здесь поместится, ну, мы их называли традиционно m1, m2, m3, и так далее. Последняя, которая здесь заведомо поместится, после чего помещаться уже ничего не будет, это с ордерика, номер которой, это просто целая часть от n поделить на k. Потому что, если мы возьмем столько с ордерик, то введут того же самого неравенства, у нас все получится, ну, а если больше, то они перестанут уже влезать. Они просто перестанут влезать. Вот это вот последняя, которая влезает. Но нам-то нужно s. Нам-то нужно s множество. А s у нас сейчас больше, чем целая часть от n на k. А уместили мы так, только целую часть от n на k, а нужно больше. Как быть? А давайте поверх накидаем любых. Тяп-ляп. Ну, просто любых. Добавим. Давайте я уже это словами скажу. Добавим. К этим, к этим целая часть n на k с ордерик множеством условного с ордерик, то есть множеством m1 и так далее. еще s минус целая часть от n поделить на k любых абсолютно, неважно каких, они, конечно, там есть, но любых с ордерик, конечно, пересекающихся с ними. Любых с ордерик. В сумме их получилось s. Если мы добавим столько, то в сумме их, конечно, s будет. Это понятно. Вот. У нас образуется m. Который, во-первых, есть m1, m2 и так далее. m целая часть от n на k. Вот этих самых множеств, которые здесь изначально были. И дальше к ним добавлены какие-то, неважно, я даже их не рисую, какие-то еще множества m с индексом целая часть n на k плюс 1 и так далее. m с индексом s. Так, чтобы всего все-таки было s штук. Но вот эти последние, меня не интересуют, они какие угодно. Внимание! Что можно сказать про величину taua te? Сколько, как минимум, вот так, что можно сказать, сколько, как минимум, элементов потребуется для того, чтобы служить системой представителей у тобой в совокупности? Ну, конечно, нам же нужно представить вот эти множества. Их-то нам точно нужно представить. Совершенно не важно, какие множества мы к ним добавили. Но надо точно взять отсюда представителя, отдельно надо взять отсюда, отдельно отсюда, отдельно отсюда. Не важно, кто там еще добавлен. Все равно, из каждого из этих множеств нам нужно взять по представителям. Поэтому оценка будет целая часть от n на k. Уж стольких представителей нам железно потребуется взять. Даже если они послужат, в свою очередь, представителями вот этих новых множеств, все равно не менее, чем столько нам потребуется. Понимаете? Но, но, целая часть n на k сейчас у нас, у нас, собственно говоря, что? Все хорошо. Целая часть n на k у нас действительно реализует минимум из двух чисел. Она же меньше, чем s. Значит, на ней достигается этот минимум. Это просто равняется минимум из s и целая часть n на k. То есть и в этом случае искомое неравенство установлено, что и требовалось доказать. Все. В этой ситуации, когда s больше целая часть n на k, та оценка, которую мы получили, совпадает просто с той оценкой, которую мы хотели получить. Но это победа.